ребят всем привет еду в больницу потому что спина реально беспокоит хочу сейчас пройти нервопатола и уже узнать что тут у меня потому что реально все очень жестко поставлю машину людей очень мало я смотрю что-то в больницах вообще мало движах болит спина из этих канистр я не знаю прям счету такое вчера мыл машину нагнулся на мне как стрельнула в районе где-то вот поясница там аж к заднице близко даже не понимаю что это за тема взял номерки специальное направление взял все свои снимки в общем и буду сейчас эти выяснять и вам обязательно все расскажу и объясню что и как у меня случилось сейчас буду ждать будут кого-то манипуляционно все я еду с больницы накололи жопу так болючий там еще эти витамины ребята ты кокорнит не знаю что там еще b12 в общем все очень больновато у меня каждый год это обострение происходит по спине не знаю как дальше будет в общем вы знаете те кто постоянно следит за моими в логами все понимают все знают какое у меня здоровье никакое в общем не значит буду лечить лечу потихонечку все-таки занимаюсь лечением будем наблюдать самое главное чтоб не усложнилось и меня не отправили на операцию я прошлый раз помните был в киеве я отказался от операции лазером не хотели делать на спине потому что гранте никто не дает можно же станции инвалидами не ходить но сейчас увидим посмотрим как дальше будет надеть этот вот у нас в городе покажу вам сейчас еду к виталику заедут проведу и друга знаю у него тоже там со здоровьем что-то не так сейчас он все расскажет море тоже мне риджека хочешь анекдот сегодня рид проснулся и у меня варит рука не разгинается пипец в общем очень все сложно не к пока сидит дома ждет меня там на готовила кушать вроде потому что до сих пор ребят голодный сейчас уже два часа дня я ничего не ел я самого утра встал ни воды ничего не попил потому что быстро спешил взять направлении в больнице прикиньте я не пожалел что я отказался я вам скажу от операции потому что никаких гарантий где-то можно остаться вообще инвалидом наконец-то мы с тобой увиделись наконец-то рука работает ты знаешь нормально бедя рассказывал гритвы не доброго это знаешь нормально обезболивающий уколол да да все прошло и блин как не было шутит а здесь люди еще потренировался пресс покачал надо этот я я тоже сейчас обколотый укол отдали у меня лечение 5 дней аж уколу героин кокаин прошло быстро все ты знаешь кокаин лучше сказали две дороги надо нюхнуть это 5 уколов ну это с 5 дней уколов по три укола каждый день по 500 гривен блин слышишь трачу 2 дня 500 гривен да как они дешевле как они дешевле и этот и и физиотерапию сказали ходить на процедуры полностью заниматься спину да да там что дома обострение сказали вот эта весна короче начинается обострение представляешь у всех ну что поедем чай попьем обязательно я вообще не ем ничего да обратно воды не пил там утром вылетел блин куда нико спала пока заклинило да но не так как в прошлом прошлое же вообще этот вообще не могу но будешь звонить если чтобы не возить ну спасибо скажи поехали блин оно горячее пипец вот такие вот сочнички они с творогом и сыром пицца эти дети мне нравится ребята маленькие дети во сколько наблюдаю же не один вот они стоят и торгуют цветами у них очень хорошо получается маленький бизнесмен блин я на веронике куплю короче а что ты такой ручей страсть ландышей и ума я не знаю стыдно нам стыдно вообще пипец сейчас я не знаю и целых делу а ну какой салат это надо это надо дарить на ребят я с лиркой общаюсь мы с ней общаемся встречаемся но я не снимаю видео потому что вы все спрашивали снимаю я или не снимаю видео с лерой почему я не снимаю не мы общаемся просто не снимаем видео нас дали на этот дождь будет братан почем как на украинском году конвалии блин прикинь конвалии а мы не я блин а я для микки на вера давай я один возьму выберем не самый классный так какая разница я машину положить им же ничего не буду если в машине числа спасибо большое мой класс все сейчас некий блин будет подарок это я хочу подарить тебе давай охереть сейчас не к будет очень сильно довольно такое ощущение что я не закрывал все вся машина будет пахнуть все положил что зайдем я хлеба куплю касса закрою зайдем магазин к счету купить посмотреть здравствуйте здравствуйте скажите что вы делаете мороженое мешает мне данная коробка что это накупил я не знаю дед мороз вам передал машин сколько гоняю сейчас посмотрим норма да блин надо цветы надо взять то давай уже поехали сейчас наверно вот это сейчас не к ты будешь в шоке представляю как и будет приятно когда наши смотрят это видео я еду с букетиком сейчас я телочка чувствую тупо чувствую себя телочкой не блин подарили блин ох я сейчас понравится я не знаю нравится и ландыш или не помню как на украинский мог его на сказал так и сложно название 6 шушь все-таки блин позор еще а прикинь сейчас есть виталий набрать у таких цветочков ездить и вручать девочкам пранк такой снят я думаю телефон дуко ровни и торже блин ажу так я думаю не к против будет если я буду дарить не так видео снять просто пранк как реагируют девочки он блин дофига это видишь по засыпали ям они делают дороги молодцы она главное чтобы ника не увидел увидел что ты делаешь цветочки подарил цветы и будете цветочки очень приятно приятно классно тебе нравится ландыш мне все цветы нравятся от тебя а ну скажи пожалуйста как на украинском языке будет ландыш опа я тоже девочка сказала да и я забыл да я не знаю советом не знаете я не знал классно красиво да ты шокирована я сказал виталию приятно будет не типа любого да не за что на и тебе еще одну штуку принес теперь мороженое мне моржи увижу вижу 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 да я вижу чисто класс умничка ничего себе это мороженое это моё то твою это моё то твоё ну хорошо боже мой я опешила да да очень будешь ходить с цветами ну куда ещё буду ходить цветам ну классно мне нравятся они очень пахнут очень красиво спасибо большое тебе ладно пойду сейчас машину поставлю конечно мне уколы накололи пипец надо сейчас занести а ну ладно пусть будет в машине да я уже все три укола короче никогда пять дней уколов это шо херово со спиной но обратно обострение на весну у всех так у всех у кого проблемы со спиной большое обострение я еще взял бензином короче добавил не там ну еще у меня новое это они же не делали новый снимок слышите какое у нас самое длинное воздушная тревога там если длинное это типа самое опасное вроде бы как когда вот одним вот таким такого никогда не было еще такого не было всегда было блин пипец смотри открывай блин они ворки долбят блин по всей стране ракетами да не про петровск разбомбили уроды жесть так тоже красиво да в принципе наверно даже так еще и лучше 10 ты знаешь ты же не слышал они-то тут сообщение тебе в твою сторону попрессовали готов услышать боишься а вдруг что-то тут страшно надеюсь прослушаете написал его девочка надеюсь прослушать не знаю ты готова послушать прикиньте прикиньте себя там слышишь ты да ты вообще ты знаешь кто ну давай чаем не любишь когда тебе гадости говорят а когда хорошая ну все любят когда они говорят хорошая давай послушаем Евгений здравствуйте посмотрела ваше новое видео Никуся зря наговаривает на себя потому что лично я и я уверена еще много тысячи девочек поддерживают ее в том что она красивая так что огромные приветы скажите чтобы она себя не накручивала она просто идеальная красивая девушка у меня там постоянно не говорит что я идеальная ничего себе слушаешь блин мне такого не говорят окей слушаем дальше так что огромные приветы скажите девочка которая убирает все от них там не подшучил бы на тобой мы бы все подумали и все подписали бы тебе хейтели тебя шоу и вени тебя используют как домработницу тратата и все такое а живете вы потому что ты как бы ну забеременела хейтера не найдут все равно за чего прикопаться а так ты классная девка понял ты классная девка спасибо больше и даже если можно будет так сделать что когда у вас родится ваш маленький сыночек то я вам отправлю подарочек даже для него и для вас ничего себе все это за кровь а еще не пусть не обижайся на Женю потому что он видеоблогер он понимаешь если бы вы снимали видео просто там знаешь мы сейчас идем туда вот мы поели вот мы поспали вот мы еще что то то это было бы не интересно и у вас бы и ну и Женя бы не было они на одном канале миллион они на втором 840 тысяч и вот поэтому как то пытается юморить и были сейчас такая ситуация в стране что хоть Женя поднимает настроение своими уголами ну видишь спасибо большое короче девочка всем подмазала Руслана да молодец да она молодец и тебя и меня не обидела да да так сейчас дальше слушаем ну спасибо большое а еще Никусь не обижайся на Женю потому что ну он видеоблогер а еще Нику хочу сказать то что когда Женя только сказал просто что от него беременную подписчица там на видео уже сразу все люди писали какая она плохая какая она там гнида тварь и так далее люди еще не видели и не знали какая ты по характеру и уже такое писали поэтому не будет тебя все 840 тысяч понимаешь любить к сожалению так всегда они просто завидуют понимаешь завидуют там ну это так всегда было и будет ну видишь какая девочка какая милая девочка спасибо большое тебе Руслана Руслана да зовут Руслана спасибо огромное тебе прослушали твое сообщение спасибо большое очень очень умничка молодец девочка молодец вот вот заради таких вот я не знаю я не знаю кулы мы будем переходить на украинскую мову кулы будут влоги уже и ты на украинский на нашу ретнюю украинскую мову я вам скажу что возможно последующее видео уже следующее скорее всего что будет на украинском языке ну посмотрим точно обещать не буду но просит просто все уже украинские языки и вы понимаете всю ситуацию которая складывается в стране я думаю ну мне приходится идти на такой вот шаг и все таки я уже скорее всего готов в принципе переходить на украинский язык они очень прям хорошо говорю на украинском языке мне будет тоже надо на украинский да ну как бы не надо ты и так говоришь на украинском языке я говорю на сурожеке ну как будешь говорить так и будет так же самое я буду стараться более на украинском языке это родной язык я живу в стране в Украине меня из этого говорили я гражданин этой страны я блин я нацист я бандеровец и а мне говорили что я деревенщина и запрошу да ты деревенщина и кто мы еще ганнибалы да мы едим детей и я думаю что настоящий бандеровец настоящий нацист должен разговаривать на украинском языке ну как я ее больше не знаю как объяснить в общем это а ты прикинь короче рассказывай историю где-то у нас в городе какие-то там не знаю там депутаты не депутаты ну короче какие-то вот такие взяли к себе беженцев взяли к себе беженцев там что-то пожить не знаю там на неделю или сколько взяли поселили накормили напоили все ложатся спать и слышат что-то ну какие-то гульки что-то такое там происходит на кухне они заходят а они в кухне курят стоят а это дом они говорят ну ребята ну что вам тяжело выйти на улицу покурить ну не курите дома честно видно что им не понравилось что им все не дозволено и что ты думаешь они все послушались пошли на улицу покрыли все и поэтому когда они выселялись они сели в машину ну уже отъезжали открыли окна и сказали в новой бандере сука и уехали ты можешь себе вот это вот так Женя не рубай добро не получишь зло ну ты представляешь таких напоили накормили приедали к себе хороший дом ну нормально и так что美 Николас то что запретили им курить на кухне так это же не пойдать это дом выйдет animo тип нет показывает мы в семье если бы башни в а так мы есть батька наш бандера мы всегда так все всегда поем мы есть бандеровцы просто ему каждый по-разному видит нас что на язык ребята будем переходить скорее всего же все-таки на английский я сказать на украинский посмотрим так что ждите возможно следующее видео еще будет на украинском языке я буду стараться буду стараться разговаривать на украинском они когда хотят начать разговаривать на украинском они все равно получат да ребят не знаю как вам блин я не знаю большинство из вас просто смотрела я знаю русскоязычных у нас 52 процента короче у меня на канале 52 процента это россия представлять ну все уже до тех кто останется с нами был до конца я думаю уже будут стараться понимать остальные от и отпишутся нет я считаю что в связи ты видишь ситуации в стране и ситуация с войной я считаю что уже не будет того то что было я считаю мои нет ну для меня это важно для меня это моя гражданская позиция как бы я житель украины я патриот я должен своей стране в принципе разговаривать на своем языке у нас своя культура я считаю что это будет правильно ты посмотри до чего дошло из неможение всей нашей страны вы должны будете объединяться быть друг с другом и я считаю что не имеет значения вообще на каком языке говорить это мне просто будет не знаю как бы сказать как бы так сказать в принципе зеленский стри президентон вообще он поддерживает этот этот язык на говорит нужно и на русском как говорит удобно на украинске у нас нет у нас нет притеснения русскоязычного и либо украинскоязычного там не знаю то есть да вас вообще не принуждают вы хотите разговаривать и на русском хотите на английском, на украинском, на каком, на белорусском. То есть нас никто за это не щимит, у нас никакой статьи за это нет, наказания нет. Это очень интерес, похожий на украинский, она даже перепутала белорусский и украинский. Да, да. В принципе, я привык всю жизнь разговаривать на русском языке, я учился на русском языке. Не знаю, я учился в русской школе, но как бы у меня был, еще тогда тот был период. И Лерку всегда заставлял, говорю, там, старайся, давай мы будем ролики на русском. Да, я раньше, а, как ты говорю, говоришь, и постоянно ее давай на русском, давай на русском, говори. Я ее просто просил, Лер, давай на русском. И мы большинство своих видео, вообще все, так вообще все видео мы снимали на русском языке. Потом уже во влогах Лера начала, где-то кое-как уже разговаривать, то, как она на самом деле разговаривает. Нику я тоже, да, я тебя просил тоже, да, старайся на русском языке. Я с тебя тогда прикалывался. Ты не говорила, смеялся. Я смеялся с тебя, говорю, давай на русском языке. Но после того, когда, блин, расшисты зашли, ребята, в нашу страну убивать наших детей, делать геноцид нашему народу, вы представляете, просто уничтожать наш народ, полностью искоренять его с лица земли, реально, вот эти фильтрационные лагеря, насилование детей, просто полностью убивают, сносят полностью, меняют школы. Сейчас в школах вводят русский язык, настаивают на то, чтобы дети не учили украинский язык, полностью именуют историю, переименовывают ее, дезинформируют. И я считаю, что вот украинский язык, он должен жить, нас осталось не очень и много этого населения, нас более 42 миллионов населения, я считаю, я должен поддерживать свою страну и вообще. Чем больше нас будет украинцев, тем будет проще нам друг с другом объединяться, жить, помогать друг другу, как мы и делаем это сейчас. Ну да, так что, ребят, те, кто смотрел русскоязычные нас, я прошу вас не обижаться, понять, все-таки мы живем в своей стране, в своей Украине, и я знаю, что для некоторых это будет большим шоком, как я перейду на украинский язык вообще. Да, я знаю, что хотят смотреть, хотят смотреть мои видео, но не будут понимать мой язык, на котором я говорю. Где-то им было комментарии, что-то кому-то с блогеров, которые начали разговаривать на украинском, им пишут, как я хочу вас смотреть, ну вот я смотрю, но ничего не понимаю. Да, ничего не понимаю. К сожалению, извините, ребят, простите, те, кто был с самого начала с нами, я знаю, русскоязычная аудитория, она очень большая, она была там от начала до конца со мной. Так что, прошу вас прощения, но вы должны также сами понимать, что в моей стране война, мой народ искореняет, мой народ убивает, в моей стране происходит геноцид украинского народа, я не хочу позволять распространяться вот этому фашизму, расшизму. То есть, я поддерживаю всех тех блогеров, я понимаю, почему они перешли на украинский язык, так же сама Вика перешла, одна из, ну может не первая, но одна из первых перешла канал ВВиктория, Маша, так же сама ее дочка перешла на украинский язык. Я их поддерживаю, девочки, вы просто молодцы, и кто там еще канал какой, не помню, кто еще какие каналы перешли, я не слежу, не смотрю YouTube, другие каналы, но я понимаю, что сейчас чем больше нас, тем украинцев, тем мы более едины. И, возможно, это будет последнее видео на русском языке, скорее всего, и следующие, последующие видео будут уже на украинском. Я понимаю, что большое количество просмотров мы просто потеряем, что публика сейчас отпишется, что на канале там уже не будет 830 тысяч подписчиков, а там останется 500 тысяч подписчиков. То есть, я готов, я не боюсь этого, я знаю, что просмотры будут там вообще по 10 тысяч на видео, я знаю, что это будет, судя по другим украинскоязычным каналам. То есть, очень многие каналы уже все, конкретно ушли вниз, стопов, ушли вниз из-за того, что они сделали вот такой вот шаг и перешли именно на украинский язык. Я готов, я понимаю, что это уже усложнит, усложнит полностью мою жизнь YouTube, как блогера, я не привык к таким количествам просмотров, всегда там пытался и делал для вас контент, чтобы вы смотрели, чтобы он был интересен, делал его для того, чтобы вам это было интересно. Хорошие были просмотры всегда, тем больше людей смотрело, тем, конечно, оно приятнее. Сейчас я понимаю, что это все просто уходит вниз, но я буду делать эти ролики, мы будем снимать с Никой, там у нас родится ребенок, у нас будет маленький малыш. Мы будем снимать на украинском языке и мы не боимся, но не будет просмотров, не будет, ничего от этого не станется. Дохода у нас никакого нет от YouTube вообще. Мы будем снимать именно для тех, для кого мы останемся все-таки интересны, тех, кто сможет нас понимать. Так что, ребята, у нас очень будет хорошая, веселая жизнь с рождением ребенка, я вам скажу, будет, видео будет каждый день, будет просто каждый день, а в день и того я буду делать для вас по три видео. С рождением ребенка изменится все. Так что, так что те, кто останется... Умана так точно. Да. Так что те, кто останется, обязательно оставайтесь на канале, смотрите. Но влоги будут на украинском языке. Ребята, мы готовы, я готов полностью, блин, потерять канал, я знаю, что этого уже будет. Я вообще первого раза потом слышу, чтобы вы понимали, я тоже это первая... Да, Ника вообще впервые это слышит, то есть я ничего не говорил, но я так решился, что все-таки нужно переходить на украинский язык. Я есть украинец, я есть патриот. Да, есть патриот своей страны, так что те, кто русскоязычные, нас смотрели. Друзья, вы всегда были со мной, я вас сильно люблю. Так что, прощайте. Ищите каналы хорошие, смотрите русскоязычные каналы, которые у вас остались. Надеюсь, у вас все получится в жизни, я всегда был с вами, делился с вами всей своей жизнью. Я не знаю, блин, аж тяжело с вами прощаться. Я знаю, что вы большинство сейчас отпишетесь, не будете смотреть уже ролики. Но буду, значит, смотреть ролики те, кому моя жизнь все-таки интересна. И у нас будет очень новая, интересная украинская жизнь в украинской, европейской стране. Так что, ребят, в общем, как-то так. Я думаю, что это все-таки последний ролик на русском языке, который вы смотрели. Так что я готовлюсь, да, учить украинский. Так что, те, кто с Украины, поправляйте меня. Но, что еще сказать? Учите где-то меня, потому что я не особо говорю на украинском языке. Я буду стараться. Мы с Украины. Мы из Украины. Ну, все. Всем пока на русском языке, я говорю. Последний раз за всю мою блогерскую жизнь. Всем пока!